МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спасён". Штурман сбитого Турцией Су-24 жив и доставлен на российскую базу. За такое не сбивают? Или защита суверенитета? Как политики военные по всему миру реагируют на турецкую атаку на российский военный самолёт? Иван Трушкин собрал мнение. На память о летних 90-х в Екатеринбурге открылся центр Бориса Ельцина, чтобы напоминать о том, что даже противоречивая история всё равно наша. Репортаж Владимира Чернышева. Добрый вечер. Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа «Сегодня». Её ведущая Елена Спиридонова. И Игорь Полетаев. Сегодня стало известно, что второй пилот российского самолёта Су-24, сбитого накануне турецкими ВВС над Сирией, спасён. Под утро он был доставлен на авиабазу в Хмеймим. Операция по поиску и эвакуации штурмана Константина Мурахтина продолжалась всю ночь. По неподтверждённым данным, в тылу боевиков её проводил сирийский спецназ. Сейчас вы можете видеть кадры завершающего этапа этой операции. Военнослужащие, спасённый пилот, выходит к месту расположения сирийской армии. Ну а это видеокадры уже с базы в Латакии. Константин Мурахтин пообщался с журналистами. Штурман рассказал о последних минутах полёта бомбардировщика и полностью исключил возможность захода самолёта в воздушное пространство Турции. Мы летели на высоте около 6 тысяч метров. Погода была ясная, как у нас в нашем сленге говорится, миллион на миллион. Весь наш полёт до момента взрыва ракеты полностью мой контролировался. Я прекрасно видел и по карте, и на местности, где границы, и где находимся мы. Даже угрозы выхода в Турцию не было. Кроме того, как рассказал выживший пилот, ракета, выпущенная с истребителя турецких ВВС, попала в самолёт внезапно. Предупреждений от турецкой страны, по его словам, не было. Никаких предупреждений не было. Ни по радиомену, ни визуально. Вообще не было контактов. Поэтому мы заходили на боевой курс в штатном режиме. Нужно понимать, какая скорость у бомбардировщиков, никакая у истребителя F-16. Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельные курсы. А так ничего не было. Да и ракета пришла в хвост нашего самолёта внезапно. В принципе. Мы даже визуально её не наблюдали. Штурман заявил, что после лечения он намерен остаться на российской базе Хмеймим в Сирии. Операция по спасению пилота была засекречена. Почти сутки о его судьбе ничего не сообщалось. Было известно лишь, что командир бомбардировщика погиб ещё в воздухе. Когда он спускался на парашюте, его расстреляли с земли. Первым о спасении штурмана Мурахтина сообщил сегодня утром Владимир Путин. Он спасён. Это штурман. Он находится на нашей, думаю, что уже находится на нашей базе, на аэродроме. И ему, так же, как всем другим участникам операции, в том числе и операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награждён звездой Героя Российской Федерации посмертно. Что касается мер по обеспечению безопасности полётов нашей боевой авиации в Сирии, объявленных вчера предложений недостаточно. Мы обсудили это с утра ещё с руководством Министерства обороны в Сирию. На нашу военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны С-300. Надеюсь, что этого, так же, как и других мер, это не единственные меры, которые мы предпримем, будет достаточно для обеспечения полётов. Хочу сказать, что мы, безусловно, будем относиться самым серьёзным образом к тому, что произошло. И все наши средства будут использоваться для обеспечения безопасности. Как стало известно, командир потерпевшего крушение Су-24 – это подполковник Олег Пешков. Посмертно, как уже сказал президент, ему будет присвоено звание Героя России. Спасённый штурман, капитан Константин Мурахтин, награждён Орденом Мужества. Ещё один российский военнослужащий, морской пехотинец Александр Пазынич, награждён Орденом Мужества посмертно. Он находился в одном из вертолётов, который отправился спасать экипаж Су-24. Вертолёты были обстрелены сирийскими боевиками с земли. Морпех погиб. Остальной экипаж был эвакуирован и доставлен на российскую базу Хмейми. Операция по спасению пилота Су-24 продолжалась уже другими силами. Некоторые подробности привёл сегодня глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Вчера в течение 12 часов нашими спецподразделениями и спецподразделениями наших коллег в Сирии военно-спасательная операция по спасению штурмана нашего самолёта Су-24 завершилась успешно. Штурмы доставлены на нашу базу жив-здоров. Я хотел бы поблагодарить всех наших ребят, которые с огромным риском работали всю ночь и фактически в 3 часа 40 минут завершили эту работу. Сергей Шойгу также сообщил, что ракетный крейсер Москва занял позицию в прибрежной части Латакии, а российские бомбардировщики в Сирии теперь летают под прикрытием истребителей. Министр обороны также заявил, что военные контакты с Турцией прекращены. Говоря об атаке турецких истребителей на российский самолёт, многие военные эксперты на Западе назвали Турцию де-факто союзником исламского государства, поскольку именно через турецкую границу идёт контрабанда нефти и поставки оружия боевикам в Сирии. Официальные лица, разумеется, более осторожны в оценках заявления мировых лидеров. Внимательно выслушал Иван Трушкин, он присоединяется к нам в прямом эфире. Иван, ну и какова реакция политиков, прежде всего представителей стран-участниц блока НАТО, в который входит Турция? Заявления лидеров стран-участниц Североатлантического блока на первый взгляд сделаны в одном ключе. Мол, своих по НАТО не сдаём и нет тех, кто открытым текстом осуждает действия Турции. Но тут очень важны детали. Скажем, слова Барака Обамы наблюдатели сочли поддержкой Эрдогану. Турция, как и любая другая страна, имеет право на защиту своей территории и своего воздушного пространства. Я думаю, сейчас самое важное убедиться в том, что Россия и Турция поддерживают диалог. А дальше почувствуете разницу. Ангела Меркель тоже вроде бы говорит о самозащите. Но звучат её слова крайне обеспокоенно и вряд ли это слова поддержки турецкому правительству. Безусловно, каждая страна имеет право на защиту своих границ. Но надо учитывать, насколько обострена сейчас ситуация в Сирии и на приграничных территориях. Вчера я говорила с турецким премьером и попросила его сделать всё возможное для деэскалации ситуации. Инцидент комментировал и представитель американского госдепартамента, который, по сути, оправдал боевиков, обстреливавших, катапультировавшихся российских пилотов, и тут уж не сдержались сидевшие на брифинге журналисты. А вот тот факт, что Су-24 был атакован в воздушном пространстве Сирии, а вовсе не Турции, кто-то ещё пытается поставить под сомнение? Что говорят об этом западные специалисты? Во-первых, есть утечка из Белого дома, где подтверждают, что сбит российский самолёт был именно над сирийской территорией, как и сообщили российские военные. Ну а во-вторых, даже если предположить, что Су-24 на какие-то секунды залетел в турецкое воздушное пространство, в сети даже появилась карта полёта, якобы предоставленная Анкарой, так даже американские генералы говорят, понятно было, что российский бомбардировщик Турции никак не угрожает. Мы бы никогда не сделали ничего подобного. Этот самолёт не совершал атакующих манёвров. Если судить по схемам, то справедливо говорить о нарушении ограничений в сближении. Но за это не сбивают. Вставители НАТО вчера долго дискутировали, после чего генсек организации собрал пресс-конференцию, где говорил вроде бы о единой позиции Альянса по поддержке Турции. НАТО получило информацию от Турции и других союзников, которые, по нашим оценкам, соответствуют тому, о чём нас проинформировала Турция. Я уже выражал своё беспокойство по поводу последствий военных действий Российской Федерации близ границ НАТО. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Турции. Однако спустя несколько часов стало известно, что оценки на этом заседании звучали самые разные и отнюдь для турков неодобрительные. А ещё один источник НАТО назвал общение Янса Столтенберга с журналистами просто выражением, Игорь Елена, его частного мнения. Не больше. Ваня, а что пишет иностранная пресса? Ну, скажем, Нью-Йорк Таймс пишет, что планы Турции на Ближнем Востоке совсем не всегда соответствуют тому, что хочет делать Запад. И хоть Турция формально и участвует в возглавляемой США коалиции, её цель свергнуть Башра Асада, а вовсе не побороть исламистов. Избитый российский самолёт – ещё одна иллюстрация реальных желаний Анкары. Что касается борьбы с исламским государством и экстремизмом в целом, Турция и её президент Реджеп Таип Эрдоган стали составной частью проблемы, но не частью её решения. Есть и более жёсткие оценки, так и в арабской прессе, и вовсе можно встретить мнение, что решение Турции – заранее продуманный, подготовленный шаг, и никогда бы Турция на него не решилась, если бы не заручилась поддержкой союзников. Турция – член НАТО и не смогла бы сделать такого без согласования и одобрения, даже устного и неофициального руководства Альянса. Источники, близкие к президенту, сообщают, что Эрдоган предложил Обаме сбить российский самолёт на приграничной территории, чтобы сделать России предупреждение. Ну а обозреватель Вашингтон-Пост после атаки на российский самолёт предлагает руководству НАТО серьёзно подумать, нужен ли Альянсу такой строптивый и агрессивный участник, как Турция. Коллеги. Спасибо, Иван Трушкин, о политической реакции на атаку, предпринятую Турцией против российского самолёта. Тем временем, сама Турция, похоже, меняет свою позицию. Накануне вечером президент Эрдоган заявлял, что сбитый Су-24 – это право его страны на защиту своего суверенитета, и что якобы по самолёту выпустили ракету только после многократных предупреждений экипажа. Сегодня же он утверждает, что турецкие ВВС даже не знали, чей самолёт сбивают. О последних заявлениях турецких властей расскажет наш специальный корреспондент Юрий Кучинский. Он работает в Стамбуле. Юрий, добрый вечер. Какова же официальная реакция на происходящее турецких властей к этой минуте? Ну, двусмысленная реакция, коллеги. На самом деле, очень сложно понимать официальную позицию турецких властей, когда она меняется в течение одного дня. То ли действительно, как заявляли турецкие власти, российский самолёт вторгся в их воздушное пространство, и пилотов в 10 раз предупреждали о том, что они должны его покинуть. То ли, как сегодня заявили, они вообще не знали, какой самолёт они сбивают. И только из сообщений уже российского министерства обороны им стало ясно, что произошло. В общем, такая ситуация совершенно непредсказуемая, потому что, с одной стороны, турецкие власти говорят, что российский самолёт залетел на их территорию, с другой стороны, почему-то обломки этого самолёта упали на сирийскую территорию. И вот мы сейчас совершенно остаёмся в недоумении. Турецкие власти, они что, хотят признать свою вину в этом инциденте и извиниться, или они всё-таки просто оправдываются? У нас нет намерения накалять ситуацию. Мы всего лишь встали на защиту нашей собственной безопасности и прав наших братьев. И дело ещё в том, что на самом деле турецкие власти были не настолько щепетильны, когда, собственно, турецкие ВВС вторгались в чужое воздушное пространство, как, например, это было в 2012 году, когда турецкая авиация бомбила курдов в Сирии. Тогда был, например, сбит один из турецких самолётов. И тогда Эрдоган был ещё не президентом, а премьером. И вот тогда он заявлял совершенно другие вещи. Он говорил о том, что, ну, какое-то ненамеренное, какое-то практически случайное вторжение в чьё-то воздушное пространство – это вовсе не повод сбивать самолёт. Это повод для того, чтобы вынести предупреждение, заявить протест и вытеснить самолёт из воздушного пространства, он никак не сбивать. Но почему же иначе совершенно получилось с самолётом Российской Федерации? Коллеги. Спасибо. На прямой связи с нами с Турцией был наш специальный корреспондент Юрий Кучинский. Атаку на российский Су-24 Турция предприняла вскоре после того, как Россия нанесла сокрушительные удары по отлаженной системе контрабанды нефти из северных районов Сирии. Террористы ИГИЛ по дешёвке отправляли её на территорию Турции. И этот бизнес до недавнего времени переносил окружению президента Эрдогана хорошую прибыль. Сергей Морозов изучил схему. Среди друзей Билал Эрдоган и экстремисты исламского государства. Когда фотографии сына президента с террористами появились в Турции, это никого не удивило. Пресса уже писала, что именно Билал Эрдоган помогает исламскому государству торговать нефтью с захваченных в Ираке месторождений. Этот бизнес позволяет экстремистам выживать. Мог ли сын президента подстроить атаку на российский самолёт, чтобы спасти каналы поставки? В новом свете предстаёт и ситуация с нелегальной торговлей нефти, вообще с нелегальной нефтяной индустрией, которую ИГИЛовцы создали на своей территории. И что произошедшее вчера случилось после того, как по этим бензовозам, по в целом нефтяным этим приискам стали наноситься прицельные и весьма-весьма эффективные удары нашей авиации. Местные газеты подробно писали о том, что компания Билала Эрдогана, БМЗ, через порты Джейхан и Бейрут отгружает нефть европейским трейдерам. Оттуда она направляется в основном в Японию. В фирме работают и другие родственники Эрдогана. Компания, обслуживающая террористов, получает кредиты от государства. Раньше шли через два прохода в сирийско-турецкой границе Тель-Абият, который сейчас корды взяли под контроль, и Джарбруск, собственно, где наш самолёт был сбит, и проход, который, к сожалению, до сих пор находится под контролем Исламского государства. На днях российское министерство обороны заявило, что наша авиация в Сирии стремится подорвать именно экономику боевиков. Разбомбив 15 складов и полтысячи грузовиков с горючим, Россия остановила перекачку 60 тысяч тонн нефти в день. Давайте говорить честно, халявная нефть, которая идёт с территории контролируемой группировкой Исламского государства в Турцию, она идёт прежде всего туда. Она потом смешивается с нефтью, которая считается легальной, и поставляется на рынок. Поэтому, конечно, это будет удар по карману, в принципе, семьи Эрдогана. Но дело не только в деньгах. Дочь президента Эрдогана, как писали газеты, возглавила госпиталь на турецкой границе для раненых террористов. А до этого хотела уехать в Иракский Масул, чтобы помогать исламскому государству. Если семья президента сочувствует фанатикам-исламистам, на чьей стороне окажется Турция в войне с ИГИЛ? Я считаю, что здесь, конечно, в первую очередь играют не его какие-то идеологические предпочтения. Здесь в данном случае сыграли роль предпочтения, безусловно, политические, ну а экономика постольку поскольку. В конце концов, Турция не единственная страна, помогавшая вырастить ИГИЛ. Но когда этот монстр окреп, прочие отошли в сторону. Турция, похоже, нет. Сергей Морозов, НТВ. Преступление турецких военных не останется безнаказанным. Об этом сегодня говорили в российском парламенте. Депутаты Госдумы намерены выработать свои предложения по ответным мерам России на враждебные действия Турции. Еще не разу за последние 50 лет НАТОцы не использовали свои вооруженные силы для того, чтобы нападать на боевые самолеты нашей страны, которые выполняют свои международные соглашения по борьбе с международным терроризмом. Мы должны прерывать все экономические связи. Турция останется без энергии, без газа, без атомной станции, без туристов. Только те турки, которые вынуждены были выучить русский язык, обслуживая всех приезжавших из России туристов, выйдут на улицы Анкары и Стамбула и свергнут это подлое правительство Турции. Турция проявила себя как страна-пособник международного терроризма и весь мир должен делать определенные выводы. Конечно, то, что Турция побежала сразу же к НАТО, конечно, что сейчас из Бреселя и иных столиц будут раздаваться голоса в поддержку Турции, это все те же самые двойные стандарты. Необходимо, чтобы мы не увлеклись эмоциональной реакцией, потому что, возможно, именно этого от нас ожидают те, кто организовал и исполнил этот террористический акт в отношении нашего самолета. Нам необходимо продумать и реализовать тот план действий, который будет в полной мере соответствовать нашим национальным интересам. Сегодня все крупнейшие российские туроператоры приостановили продажу путевок в Турцию, следуя рекомендациям МИДа и Ростуризма. В нашей студии Юлия Бехтерева. Юля, а что делает тем, кто путевку взял и теперь хочет от нее отказаться? Но поскольку есть официальные рекомендации, можно спокойно отказываться, потому что туроператоры обязаны будут вернуть деньги. На этот момент известно, что продажу путевок в Турцию приостановили Коралл, Тревел, Пегас Туристик, Библиоглобус, Цестур, Бриско и Туи. Турция самое популярное летнее направление для российских туристов. Зимой поток несравнимо меньше. Сейчас там находятся не более 10 тысяч россиян, еще около 6 тысяч путевок аннулируют или заменят. При этом авиасообщение с Турцией не прекращено. И, как пояснили в Ростуризме, речи о вывозе наших граждан пока не идет. Для Турции туризм одно из ключевых направлений экономики. В прошлом году там побывали 4,5 миллиона россиян, которые потратили 3,5 миллиарда долларов. Но, разумеется, туризм это не единственная сфера экономических отношений России и Турции. В прошлом году наш товароборот составил 31 миллиард долларов. Турция занимает 13 место в российском импорте. Мы возим оборудование, продовольствие и текстиль. А вот Россия для Турции крупнейший экспортер. В основном мы поставляем природные ресурсы. В 2014 году Россия обеспечила 60% потребности Турции в природном газе. Кроме того, в прошлом году Россия инвестировала в турецкую экономику более 5 миллиардов долларов. А Турция в нашу всего 800 миллионов. Мировые фондовые рынки пытаются реабилитироваться после вчерашнего снижения, которое само собой было вызвано ситуацией с нашим бомбардировщиком. А сегодня министр финансов Антон Сюланов заявил, что после этого инцидента и теракта в Египте рост мировой экономики может замедлиться на 0,2% пункта. Наши РТС и МВБ сегодня закрылись в хорошем плюсе. Доллар на межбанке 65,72, евро 69,61. И к другим новостям. Правительство решило смягчить штрафы для 12 тонн грузовиков, которые не оплачивают проезд с помощью новой системы Платон. Штрафы за отсутствие необходимого оборудования, отсутствие приборов учета будут снижены до умеренного уровня. Это 5 тысяч рублей за первое нарушение и 10 тысяч рублей за повторное нарушение. Ранее цифры были на порядок больше 40 и 50 тысяч соответственно. Сбор от системы Платон уже составили 421 миллион рублей. Деньги пойдут на строительство и ремонт дорог. Спасибо, Юлия Бехтерева, с экономическим обзором дня. А теперь время прогноза погоды. В нашей метеостудии Андрей Скворцов. Андрей, на Москву мягко надвигается зима. Надеемся, что никаких сюрпризов в виде 20-ти градусного мороза в ближайшее время не будет. Хорошее слово «мягко». Действительно мягко. 20 нет, но 10 в воскресенье очень вероятно. Ну а пока что главные ненасти в Поволжье. Причем если посмотреть на юг, Самара, Саратов, там завтра плюсовые температуры. И осадки в виде дождя. Хотя ночью с гололедными явлениями. А вот чуть к северу, Липецк, Пенза, Ульяновск обязательно. Вот там снегопад завтра. И довольно сильный. На юг быстро посмотрим. Здесь местами дожди, в остальном тепло. Ну и Москва, Петербург после короткой паузы. Будьте здоровы! Викс Актив Синекс придет на помощь для облегчения дыхания при насморке. Викс – бренд номер один в мире по продажам средств от простуды и кашля. Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки Фитолакс от Эвалар. Фруктовое послабляющее средство. Попробуйте новинку. Батончик Фитолакс при склонности к запорам. Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Новинка – послабляющий батончик с ценными пищевыми волокнами. Как вы думаете, может ли увлажняющий крем действовать быстро и сохранять эффект 24 часа? Лакобейс Репеа может, потому что это крем для сухой и очень сухой кожи. Нанесите на ночь. От сухости идея. Лакобейс Репеа. Остелос. В Петербурге и в Москве завтра без осадков и легкий мороз, минус один, минус два. Но затем в Петербурге чуть потеплеет, а в Москве похолодает. Вот как раз до минус десяти в воскресенье, может быть, коллеги. Спасибо. Спасибо. Это был прогноз погоды от Андрея Скворцова. Сегодня в Екатеринбурге Владимир Путин отдал дань своему предшественнику. Принял участие в открытии центра Бориса Ельцина. Владимир Чернышев о наследии первого президента России. Лабиринт истории ведет крутыми поворотами по музейной галереи. Вот автомобиль «Чайка» первого секторя, Свердловского обкома Ельцина, а вот уже его президентский бронированный ЗИЛ. И вокруг бурлит фотографиями и документами история. Вот маленький Борис с мамой, а вокруг коллективизация, война и стройки пятилеток. По метке парт чиновника Ельцина на бумажках перестроечного пленума, поверженный заодно с Горбачевым Советский Союз, расстрел Белого дома в Москве. И в конце экспозиции кабинет похожий на тот кремлевский, откуда первый президент, отделившийся от Союза России, объявил о своей отставке. Это, наверное, первая попытка в новейшей отечественной истории отказаться от политического неспровержения предшественников. Теперь, согласно законодательству, каждый уходящий с поста президент России, независимо от его курса, отношение к нему общества или преемников, должен иметь такой центр, где будет возможность не только восхвалять или осуждать, но и изучать годы его правления. Получается, что в этот день в центре имени первого президента собрались все последующие. Путин и Медведев прибыли на открытие центра ближе к вечеру. Владимир Путин говорил именно о том, как объективно относиться к прошлому, с его достижениями и ошибками, что трудное было время, в котором не просто было ориентироваться политику и простым людям, но была принята конституция и государство удержалось в конце концов. В судьбе самой личности Бориса Николаевича Ельцина в полной мере отразились колоссальные вызовы, трудности, противоречия того времени. Он обладал волевым, прямым, мужественным характером, способностью проявлять предельную решительность. И во многом благодаря этим его качествам наша страна не свернула с избранного демократического пути развития. Борис не любил словословие в свой адрес. И где бы он ни работал, на стройке, в обкоме или в Кремле, окружавшие люди знали, что с ним можно говорить на равных и нужно. Он бы не понял нас, если бы музей его имени стал парадным мемориалом. Россия уж не та, и призраки 90-х, как страшный сон, остались воспоминаниями. Но писал же Пушкин Чаодаеву, не хочу иметь другой истории, кроме той, что Бог нам дал. Что было, то было. Своим преемником Ельцин выберет Владимира Путина. Оставляя ему Кремль, скажет знаменитые слова «берегите Россию». Вспоминаю слова Бориса Николаевича, который знает теперь вся страна. «Берегите Россию». Они были обрещены ко всем нам, к нынешним и к будущим поколениям. Здесь будет работать и музей, и детский центр, будут офисы, библиотека. В новых роскошных интерьерах 21 века останется, как в пробирке, главное. Дух 90-х века минувшего. Для кого приятный, для кого не очень. Но из истории дух не выветрить. Ведь это прошлое нашей страны, и знать и помнить его надо ради будущего. Владимир Чернышев, Сергей Ратников, Владимир Плахов, НТВ, Екатеринбург. Одним из соратников первого российского президента был Анатолий Чубайс. Нынешний глава Руслана в 90-е занимал ключевые посты в правительстве и работал в команде Ельцина в годы становления новой России. Своими воспоминаниями, а также взглядами на современную экономику он поделился в большом интервью Кириллу Познякову, которое выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. Ну а мы, Елена Спиридонова. И Игорь Полетаев, благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok